Здравствуйте, уважаемые земляки! Сегодня у нас следующий гость. Это Питкеев Олег Викторович. Олег Викторович у нас с 1969 года рождения. Родился в поселке Цыганаман Юстинского района. Имеет высшее образование. Окончил Лаградскую государственную архитектурно-строительную академию. Имеет специальность инженер по теплогазоснабжению. Олег Викторович длительное время и по настоящее время работает в отрасли газоснабжения. В настоящее время работает в Газпроме. И длительное время занимался газоснабжением поселка в республике Калмыкия. В настоящее время Олег Викторович является кандидатом в депутат от КПРФ по Калмыцкому избирательному округу номер 12. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Олег Викторович Питкеев. Это кандидат в депутаты по Калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 12. Олег Викторович, кандидат от КПРФ. Медов Дзюблюкин. Олег, давайте разъясним нашим подписчикам, что входит в избирательный округ номер 12. Это Юстинский район? Юстинский район, но в этом году поделили, сделали его округа. Как-то Яршинский район поделили пополам. Получается, в 12-м районе, это весь Юстинский район. 12-го, это весь Юстинский район. И половина Яршинского района. Это, получается, Привольный, Хухута, Хута. И часть Яшкуля. Молодежный и часть Яшкуля. Молодежный и часть Яшкуля. Поэтому, я понимаю, это вообще проблема такая, что для Яшкульского района. Ну, разделили, да. Как бы они обижены. Ну, их представитель, конечно, идет от Куньсинского парка, не знаю. Ну, все равно, как-то надо делать от территории. Вот район есть, от него должен быть депутат. Да, здесь я согласен, но, видишь, законодательства Российской Федерации не от количества муниципалитета, территориального образования, а от количества населения, видимо, из-за этого, наши законодательства. Ну, наверное, так. Итак, Олег Викторович Петкевев, кандидат в депутаты. Что хотел бы Олег Викторович Петкевев рассказать о себе? Потому что я понимаю, как появится новое, почему пришел к Петкеву, почему решил и сразу стартовать на таких республиканских выборах, региональных. Почему, зачем, с чем идешь? Кто такой вообще Олег Викторович Петкев? Ну, кратко о себе, чтобы люди знали, кто я. Я родился в 69-м году, еще во время Советского Союза, закончил там школу, там же, в Цыганамане, в поселке Цыганаман, первую школу я закончился, на гимназии. Закончил школу, закончил наше ПТУ, первая такая профессия была я газо-электросварочкой. А, с варочкой планированной, да. А я работал, да, армию, на все постернике, с варочком, варил машины, там, сельхозмашины. После этого я пошел в армию оттуда, в предприятие. Советскую армию? Советскую армию, я служил в Азербайджане. По противовоздушной обороны. По противовоздушной обороны, да. После этого я приехал домой, пришел на родное предприятие, работал. Оттуда я уже осознанно поехал в поступательный институт. Именно выбрал институт городского хозяйства в Волгаре, потому что там был в комплекте газоснабжения. А, именно газоснабжение? Именно газоснабжение. Мне было, но это интересно. Почему? Потому что в нашем районе есть свое месторождение. Ее добыча. Ее добыча газа. Это одно из основных месторождений Калмыки. Есть у нас еще второе месторождение, это Руки-Брули, их приводческое месторождение. Ну вот я осознанно пошел учиться, отучился. Потом работал я в Калмынгазе до 2000 года, по 2004, в МПТО. Потом перешел в газостроительную компанию частную. Тогда при Киршану Николаевичу Рюмжинову, мы переди планеты в Сейшной Калмынке. Это планете? Нет, это по газоснабжению. Я перешел в частную компанию. Мы вот, даже когда приезжали в другие регионы, заказывали материал какой-то, они говорили там, у вас в Калмынг какой-то бум. Все забирает, все сырье забирает из Калмынг. Даже соседние такие крупные регионы, как Павлоградская, Школа, Школа, Школа. Мы работали так активно, что днем и ночью мы работали. И почти, наверное, 90% республики газифицированного было. Частные компании работали. И «Газпром», и «Калмынгаз» работали, термином называется «Калмынгаз». Они работали и всем расслабили компанию платали. После этого, когда мы закончили уже массовую газификацию, некоторые перепрофередевывали. То есть, и тот человек, который непосредственно исполнял, выполнял работы по газификации всей этой сцены? Взяли на слёдной пункте, междунаслёдной пункте, такие разные заповеди? От магистральника, междунаслёдной газопроводом, потом заходили в село, в разводящие сети и частные домовладения делали. Я даже когда-то резюме делал для поступления на какую-то работу, я запомнил, что я газифицирую, будучи главным инженером из ТОКВЭ, Наша организация газифицировала 18 населённых пунктов Республики Калмыкия, это около 300 км межпоселкового газопровода, разводящие сети около 250 км, и около 5000 домовладений, это цифра большая. Это шикарно, я тебя перебью, я помню, когда в 2007-м, по-моему, в 2008-м году в Кичиньявле зашёл газ, ну тогда мы топили углём, представляешь? Углём, это такой антрацит большой, его бьёшь, ломаешь, и когда стал заходить газ, ты с нетерпением ждёшь, ну это такое приятное жаление, и там люди, мы газовиком, они работают, потому что водички принести там, люди привет, там такая обстановка шикарная. Шикарно, нас люди просто, даже подкармливали, они жалели нас, они создавали нам такие условия, чтобы там, не дай бог, что-то мы там голодные ходили, там всегда привет. Это просто, чтобы делать хорошее дело для населения, то есть вот это очень приятно, потому что у тебя есть опыт, делает людей хорошее. Сейчас с кем работаешь? Я сейчас работаю в Газпром газораспределении города Листа, начальник строительства мотарной службы. Ну, в принципе, ты продолжил работу в своей сфере, в своей деятельности, то есть ты не зря получал образование? Не зря, да. Я вот как наметил себе, почему я пошёл именно газоснабжение, потому что вот в нашем районе, Кибруевском районе, газоснабжение началось ещё в 70-е годы. И поэтому мы вот смотрели на это дело, я помню, что мы тоже, вот двухэтажный дом, мы жили на втором этаже, квартира у нас была, я помню, родители топили кухню травами, углём, да. Ну, это очень приятно, то, что ты тогда уже увидел перспективу, выбрал такую профессию, это дальновидно. Почему именно Коммунистическая партия Российской Федерации, почему решила от них идти? Ну, начнём с того, что я сказал, что я родился в советское время, я служил в советской армии, и я помню, как мы жили раньше, мы не боялись за образование, мы не боялись, что мы не получим какое-то образование бесплатное, медицина бесплатная, мы не боялись остаться без работы, тогда статья была, зато не ядство, да. Я видел это всё, и как мы жили, как мы с каждым годом всё лучше и лучше начали жить, это всё, и у меня есть с чем сравнить. Вот сейчас, как сейчас мы живём, и как сейчас мы живём, это просто небо и земля, сейчас люди боятся за своё будущее, вот даже по выборам, ну вот, пока я не баллотировался, да, кандидатом не был, мы же все жильцы этой республики, мы все знаем, мы все видим, все друг с другом общаемся, как проходят выбора, что там делают, все мы это прекрасно знаем, но тем не менее, мы это, некоторые люди это делают, а потом приходят... Что ты имеешь в виду, что делают? Ну, я имею в виду и избиркомы, и наблюдатели. Завопотребляют свои помощи. Завопотребляют, да. А потом, когда приходят домой, как в сказке о старике и рыбке, к разбитому корыту. Вот как, я не могу понять, вот как они потом смотрят в глаза своим эичкам, апкам, детям, родственникам. Надо же отвечать за свои действия. Почему мы живём в такой ситуации, да, это, в основном, их вина первоначальная. Ну, я не согласен, вина здесь каждого человека. Может быть, и вот я ездил по району, в Юстинском районе, сейчас вот недавно мы встречались с наблюдателями, с УИКами, да, представителями от Компартии. В каждом селе настроение у людей апатичное. Ну, то есть, сейчас здесь представители Компартии, в том числе и жителями. И жителями села. Это важно. Избирателями, да. Избирателями. И у них настроение апатичное, понимаешь? Они не верят в выборы. Они привыкли, что как не проголосуем, всё равно придёт та власть, за которую скажут. Почему? Ну, сколько уже? Больше 25 лет у нас. 30 лет? Да, 30 лет. Ну, все прекрасно знаем, кто выиграет. Ну, все знают. Последние вы показали, что мы можем сопротивляться. Мы можем... Последние это какие? Последние в 21-м году. Листа. Тогда я участвовал. Да, я помню. Я следил за Компартией. Почему я сделал выводы для себя? Я сам по себе аполитический человек. Угу. Все время обсуждения с друзьями, с роднёй, да, вот. Да, просто даже вот на обывательском уровне, там, мы говорим о ситуации, социально-политической ситуации в республике. Ну, уже хватит. Ну, уже сыты по горло. Вот. То, что творится в нашей республике. Надо что-то делать. И вот, когда я встречался с избирателями, и они мне говорят, мы уже ни во что не верим. Что бы ты там ни пытался сделать, как бы ты там ни пытался что-то, вот твои движения, они не будут исполненными. И я вот, когда думал о своём лозунге, какой-то должен быть лозунг. У тебя как у кандидата по одному лозунгу? Как у меня кандидата, да, у меня какой-то должен был лозунг. Я вот сейчас думаю над этим делом, но у меня будут два слова там обязательно. Поверить в себя. Поверить в себя. Это касается каждого, избирателя, кандидатов, всех, буквально всех. Надо поверить в себя. Если мы не поверим, ну, никакого движения не будет. Просто какая-то деградация идёт, и всё. Есть, и вот, ну, первый вопрос, первое пожелание, как у меня как кандидату было, буквально всех населённых пунктов. Первый вопрос – это земля населённых пунктов. Ну, давай, главное переходим к тому, что будет делать Олег Петкиев, если станет депутатом. Какие вопросы, какие темы будет поднимать. Вот, с чего бы ты начал, какая у тебя там своя, я знаю, коммунисты готовят программу, она уже готова. Скоро будет публикация избирательных программ. Твоя личная, на какие бы темы ты хотел бы обратить внимание. И чем ты, с учётом своего образования и опыта, будешь заниматься? Ну, у меня есть свой план выхода из кризис-ситуации Республик Калмыкия. Ну, я как… Сейчас я здесь перебью. Смотри, вот вчера была Гейля Гейляна, она прям акцентирует то, что у меня есть свой округ, и в первую очередь я за него отвечаю, а потом я буду там за Республику. Ты сейчас раз говоришь с Республики или за округ? Я её смотрел, анализировал. Округ? Ладно, Чёртский округ, но они же жители нашей Республики, не марсиане. Вот то, что ты для них делаешь, делай так же для Республики. Это то же самое. У них там не такие же проблемы. Ну, она где-то права, когда говорит, что это мои избиратели, потому что они любят выбирать непосредственно. Я акцентирую, конечно, и обязательно, я подготовился по районам, обязательно Юстинский район, Яшусы. Я скажу так, те вещи, за которые они скажут, о, это наша тема. Мы будем голосовать 100% за неё. Вот сейчас я к этому подошёл, к земле. К земле, потом я перейду плавно в миллиард. Да, послушаем тебе вопрос земли. Какой вопрос земли? Что земля, что такое? Какие проблемы с землей? Была у нас аренда недавно, в прошлом году повысили арендную плату, сейчас отменили посуду, арендная плата также осталась. Какие-то ещё есть проблемы? Да, в каждом населённом пункте был самый первый вопрос от избирателей. Это земли населённых пунктов, землезапаса. А, землезапаса для выпаса личного хозяйства? Личного хозяйства, да. И они самым первый вопрос задают. Вот у меня две коробки есть, и я не могу пасти вокруг села. Почему? Потому что все земли отдали, перевели все хозназначения, и уже РМО заключает договора на аренду этой земли. Да. Не послушав, есть земельный кодекс, регламент, по которому там чётко написано, что при униципалитете должна быть земля. И если кому-то вы отдаёте в аренду, в первую очередь надо спросить пожелания у населения этого села, они тебя выбрали на эту должность, чтобы ты охранял их заботы, их чаяния и выдвигал в первую очередь. А если ты этого не делаешь, тогда надо просто тебя снять, и чтобы ты больше этим не занимался. Ты не оправдал доверие народа. А народ, который мучается, ну, получается, их выдавливает из своего населённого. Ну, смотри, я сейчас здесь с тобой поспорю чуть-чуть, ну, не в неё я поспорю, скажу ту информацию, которую я обладаю. Например, землянезапасы, почему они так сделали? Это ещё проблема была в 2014-2016 год, потому что сами районные муниципалитеты, они, ну, они, только, их бюджет состоит из неналоговых и налоговых доходов. Ну, налог, соответственно, маленький приходит, и арендная плата, то есть неналоговых доходов, земельных участков нету. И они взяли по решению правительства, это ещё было, по-моему, даже при Орлове, сказали, переводите все землезапасы, землесерхозназначения, раздавайте фермерам, чтобы они платили арендную плату. То есть, так правительство нашло выход для того, чтобы спросили униципалитеты. И здесь же, тем же самым, они нарушают права граждан непосредственно жизни для ведения личного подсобного хозяйства. Как здесь выходить будешь? Вот как ты, твое мнение личное? Моё мнение, личное мнение, если у людей, населения, именно этого населённого пункта не будет земли, выпасать там одну, две, три коровёнки, да, на то, что... Ну, чтобы жить. Ну, чтобы жить, да. А что там скрывать? Многие живут за счёт подсобного хозяйства. Многие возвращаются сейчас, спасибо. Многие возвращаются. Для чего мы строим газ в село? Зачем мы ведём водопроводы, строим какие-то коммуникации? Для того, чтобы люди уехали оттуда, остались в мёртвые сёла. У нас по Калмыкии мёртвых сёл очень много, где уже людей нет. Ну, зачем? И только благодаря личным особенным хозяйствам те, кто в посёлках живут, они и держат. Они живут, да. Если сейчас у них и эту землю отобрать, тогда населённый пункт вымрет. Ну, тогда уберём, давайте ликвидируем этот населённый пункт. Здесь я с тобой согласен, да. Надо... Самое главное – это люди. Да. Наши люди на местах. Да. А если сейчас заработать те программы, которые мы хотим в жизни платить, реализовать, я уверен, что люди вернутся назад. Потому что у нас республика уникальная. У нас есть природные ресурсы – газ, нефть, вода. Всё для того, чтобы развиваться. Регион развивался. Что ещё Олег Виктор Спиткеев поднимет? Вот как отраслевик, инженер. Мне кажется, твой опыт необходим для республики. Он потребуется, потому что у нас мало специалистов именно таких техников. Именно в Хурале, по-моему, не в этом созывании. Вот одна из причин, почему компартия обратилась ко мне. Я без партии, я не член партии. Одна из причин – это то, что нужны инженера. Специалисты. Специалисты. Даже просто в виде консультации. И мы общались, консультировал я, разговаривали, какие-то проблемы понимали. Я сейчас перебью. У меня есть товарищ такой, Александр Гаджи Алексеев. Он ходит, такой интересный парень, и всякие идеи предлагает. Вот. Естественно, есть идеи, которые можно предложить жизнь. Иногда я ему не верю, честно говорю. Ты с ним общаешься? Я не только общаюсь. Это мой близкий друг, соратник. Мы с ним создали клуб «17». Почему «17»? Это по количеству одномандатных округов. не секрет, что вот кандидат зарегистрировался. Он специалист в своей области. Допустим, в медицине. Вот как была Милиана Айшова. Но она не знает, допустим, какие-то вопросы в другой области. Технические. Технические вопросы. Юридические. Да. Люди ее спрашивают, и она должна как отвечать. Мы для этого создали клуб «17». Он идет как консультативно. Ну, да, вот сейчас все больше это консультации. Мы создали, мы хотим, чтобы приезжали чего? Помощь кандидатам. Независимо, каким кандидатам. Ну, мы, если создали клуб на базе коммунического партии РФ, мы будем консультировать активно кандидатов от Компартии. В рамках 18 вы, я так понял, обсуждаете и тоже участвуете в разработке программы? Да. Мы хотим разрабатывать программы. Потому что эти кандидаты с большей уверенностью станут депутатами Урала. И они должны разбираться в какой-то области четко. Я понял. Такая соответствующая поддержка друг друга. Да. Это консультационный какой-то орган. Он будет помогать. В соседних регионах такие агентства есть. Но мы создали на базе партии такой конституционно-вспомогательный орган. Ну, как обычно говорят в Калмыкии, вечно впереди планеты все идете. Мы ее создали. Сейчас мы анонсируем заседание. У нас будет уже немножко расширенное. На субботу анонсируем. Приглашаем вас, специалиста, поучаствовать в этом и как-то осветить. Потому что то, что мы будем говорить, это в первую очередь пожелание людей. Это в первую очередь мы говорили о земле. Конкретно у нас повестка будет прям земляной вопрос. Второй вопрос будет это водоснабжение мелиорации. Это остро стоит вопрос у республики Калмыкия. Ну, мне вот, что нравится, на всех интервью, когда люди приходят, уже это обсуждение этих глобальных тем, там идет. И я вижу то, что кандидаты очень заинтересованы в этом. Да. Мы хотим не только там открывать эту проблему, мы хотим найти пути выхода, как решить эту проблему. И в основном мы находим. Кстати, ты смотрел видео с Петром Валентиновичем Манженовым? Да, смотрел. Давай поговорим о тарифе на воду. Он говорил то, что если даже вода из левокомского месторождения пришла бы, она была бы там 150-200 рублей, он говорил. И она бы не работала. Она бы не работала. Как? Это мертвозный ребенок был. Как? Совершенно верно. Тут для того, чтобы попадать на такое далекое расстояние и поднять его примерно на 200 метров на протяжении. Точки разные, вот левокомка на такой точке, а элиста выше на 200 метров. И там для этого сделали 5 станций подъема воды. Это большие резервуары будут накопители и большие насосы стоять. Эти насосы потребляют электроэнергию в огромном количестве. Там мощные такие. Они толкают такой массив воды. Большое расстояние. Большое расстояние, да. И электроэнергия у нас дорогая. Не секрет. И поэтому у нас тарифы будут. То есть Петр Варантинович здесь справа. Совершенно верно. Это предварительно было 150-200. Как она будет работать в свете того, что каждый год, полгода поднимают тариф на электроэнергию. Если, не дай бог, у нас там что-то произойдет, как с водоканалом его обанкротят. И придет какой-то неизвестный какой инвестор, там, я не знаю, хозяин. И какие у нас будут тарифы. Я думаю, что тогда на таких тарифах, если у нас будет один только поставщик воды Левокомка, а Верхний Борисовский Левоком, в городе мертвеет, люди будут уезжать отсюда. Почему тогда в таком случае, когда на этапе проектировки, почему это все не задавалось, не поднималось? Я понимаю, что вопросы не к тебе. Ну, да. Ну, я как обыватель, как технар, я могу сказать так, что, я так думаю, не было цель конечная. Благо, вода пришла в Белесту и побольше территории Калмыкии. Это не было целью. Сейчас тоже самое хотят сделать с Волгой. То же самое. Вы понимаете, 300 километров водопровода тащить, там будет диаметр серьезный. И опять же будут насосные станции, большое потребление этой энергии. Если будет это все, то я думаю, что в районе 300 рублей за кубометр воды, это за расчет того, что мы сейчас платим 47 рублей, да? И то, что счета, когда приходит, мы за голову хватаем. То есть потребителя не будет? Нет, конечно. Никто не будет воду брать за 300 рублей. А водоотведение тоже будет? Обязательно этот вопрос надо поднять на Урале, пока не начались. Урале надо. Пока там уже основные работы не начались. Ну, в Совете Безопасности уже, даже председатель Матвиенко, в Совете Федерации, вопрос поднимал, сколько можно там совещаться, принимать решения. Вы уже 15 лет там прогнозируете, что-то делаете, но воды в Листе нет и в районах, в Калмыкии нет воды. Даже вот это водохранилище. Ну, это общеизвестный факт. Хорошо. Олег Викторович, вот ты технарь, инженер, меня сейчас интересует, ты только что сказал про электроэнергию, почему у нас такие огромные тарифы? Как нам выходить из этого? Потому что мы не можем привлечь сюда инвесторов, чтобы они работали и работали хорошо. Да, снизили налоги, но у нас дорогое электричество. Все работают на электричество. Производство работает на электричество. Ты это сам понимаешь. Вот Аслан Борисович Крусминов, специалистка инвестиций, он этой проблемой задается и никак не смог решить ее, будучи девайпутатом Народного Хурала. Как ты видишь, будете ли вы коммунисты поднимать этот вопрос, как-то решать, подстегивать исполнительную власть к этому? Ну, это один из основных факторов, почему я принял решение идти в Хурал. Потому что у нас, у жителей республики, складывается впечатление, что промышленности нет. Ну, нет ее. Не складывается впечатление, у нас нет промышленности. Все, это факт. Все. Для населения, ну как по всей России, у нас тариф 6 рублей, 6 рублей с копейками. Значит, есть такое перекрестное субсидирование. Значит, чтобы выровнять и собрать деньги и отдать поставщикам электроэнергии по 8 рублей, где-то приблизительно продают. Покупают наши, иногда говорят, бытовые компании, чтобы продать население. А для населения мы должны, а они продают по 6 рублей. Потому что это установлено в России? Да, это российский тариф. Все. Ага. Я хотел сказать, ну это я анонсирую, мы поговорим по тарифам в следующем ролике. Я хочу привлечь своего соратника, друга, Сангаджу Бушаевича Алексееву. Мы с ним раскроем эту тему. Я с удовольствием доставляю площадку. Да, по поводу выпуска статьи Геляна Басхамжиевой на странице газеты Хальмегон. Это о чем там? Там говорится о том, что высокие тарифы на электроэнергию, что у нас средняя зарплата в республике 36 тысяч рублей. Значит, ну очень много, что у нас безработь, у нас прекрасно, все прекрасно. Ну я тебе скажу, вот приходят представители партии власти, они говорят, что у нас все хорошо. Все хорошо. Приходят другие представители партии, говорят, что у нас все плохо. Ну, мы как будто живем на разных планетах. Они отдельно, народ отдельно. Ну, в принципе, это так и происходит. Ну, я скажу, что за Едино-Руссу голосуют и сегодня у них тут состав кандидатов такой подобранный. Хорошо, я согласен. Вот, допустим, Болдырев возьмем, да? Давай не будем, конечно. Ну, давай, ладно, хорошо. Давай о себе. Как решить проблему с электроэнергией, чтобы для населения, да понятно, что есть электроэнергию. Набрушка для юридических лиц, которая доходит до 11 рублей, ну, 10-11 рублей для юридических лиц, чтобы выровнять и отдать поставщикам электроэнергию. Что в этой ситуации нужно сделать? У нас есть природный газ. Понятно. Не надо изобретать велосипед, есть такие станции на газу работают, газопрошневые станции. Они потребляют газ и вырабатывают электрическую энергию. На выработку киловатта приблизительно уходят, ну, со всеми затратами. На выходе, в общем, 20,5 рубля где-то вот так, киловатт стоит. Если у нас население платит 6 рублей, то ты представляешь, да, 20,5 киловатта на выходе здесь. Ну, плюс там какая-то сбытовая компания там шла ее наценку сделать, без этого никак не обойдешься. Ну, у нас есть одна газопрошневая станция, восьмом микроволюнике мы стоим, да? Она... Она есть? Она есть. Она работает. Но то, что она работает, для Республики Мыки не холодно, не жарко. Она вырабатывает электрическую энергию, сбрасывает на ФРМ, на федеральные сети. И какой-то покупатель, заказчик вот этой станции, там выбирает эти киловатты по цене... То есть вы предлагаете нашу Республику, в нашей Республике установить сеть газопрошневых станций? Да. Чтобы тариф стал намного-намного дешевле. Поскольку у нас есть слой газ. Свой газ, да. А как... Как это реально? Законодательство это позволяет? Вот мы хотим в рамках закона сделать такие локальные, скажем так, станции, да? Это надо создать технопарки, парки развития. Как хотите назовите их. Агротехнопарки. В нашей ситуации, допустим, где перспективные такие районы установки таких парков, технопарков развития. Это уже воды. Это значит Ястинский район, Лаганский район, ну может быть Яшковский, потому что канал идет. И... Олег, спасибо тебе. Я не договорил. Я согласен. Она у нас заканчивается 30 минут, отведенная для всех. Я вот в заключении хотел бы, чтобы ты пожелал своим избирателям, обратился бы как-то, ну не нарушаясь из законодательства, да, о выборах. И вот мне очень приятно то, что вот Олег Викторович уже поднимает такие острые темы и предоставляет по пути их решения. Я думаю, вы еще придете, да, расскажите? Обязательно. Угу. Дорогие земляки, я хочу обратиться к вам. Во-первых, все возможно. Это все в наших силах. Мы можем сделать свою жизнь. Никто за нас не подумает. Мы сами создадим свою жизнь. Инвесторы приходят туда, когда создаются условия, хорошие условия. Если мы эти условия не создадим, никаких инвесторов палкой не загонишь к нам. Я наказ ваш помню. Это, во-первых, земли, запасы вокруг населенного пункта. Мы обязательно его поднимем на своем первом заседании клуба двенадцати. Семнадцати. 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 И по партийной программе это будет номер один. Вопрос о земле. Решение земельного вопроса. Второй вопрос будет. Водоснабжение именно Юстинского группового водопровода. Восстановление его. Мы с группой соратников уже подумали и решили. Уже занимаемся этим делом. Да. Мы можем, не привлекая больших средств, методом связь лайнинга. Водопровод это сохраненный. Основная сетка его сохраненная. Восстановить его и развить наш Юстинский групповый водопровод. Падмичный. И дальше Яшкуляне. Те села, которые стоят возле Ирниевского. Это мои избиратели. Молодежные. Ухута. Утта. Привольные. Возможно провести туда воду. И восстановить мелиорационные системы. Если их нет создать. Самое главное земля, вода. Газ практически у нас везде есть. Олег Виктор Спиткиев будет этим заниматься. Я буду этим заниматься. Поэтому я иду к Урал. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Уху. 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 Уху.